Дорогие друзья, скоро каждому из нас предстоит голосование за поправки в основной закон нашей страны, в Конституцию Российской Федерации. И прежде чем перейти к голосованию, каждый из нас должен разобраться, а что эти поправки означают, что они дадут каждому из нас, конкретно мне. Например, на сегодняшний день в Конституции Российской Федерации закреплено такое понятие – социальное государство. Но на практике мы видим, что каждый регион принимает свои законы, свои правила, свои нормы, которые касаются поддержки социальной категории граждан. И если в Ярославской области мы приняли закон, социальный кодекс, в котором прописаны все нормы и формы поддержки малоимущих граждан, многодетных семей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, у нас существует пакет выплат для таких категорий граждан, то, к сожалению, такая ситуация не во всех субъектах Российской Федерации. И президент говорит сегодня о том, что на всей территории Российской Федерации должны быть единые нормы поддержки социальных категорий граждан. И это будет закреплено в Конституции Российской Федерации. Я, как действующий депутат, как председатель Ярославского отделения Союза женщин России, часто сталкиваюсь с тем, что очень сложно отстаивать социальные гарантии. Нам бывает сложно конкурировать с бизнесом, с экономикой, с сельским хозяйством. Да, мы понимаем, что это очень важные сферы жизнедеятельности, и без них нам не обойтись. Но в то же время для нас важна поддержка конкретного человека, конкретной семьи, которая сегодня особенно нуждается в нашей поддержке. После того, как будет принята соответствующая поправка, нам будет гораздо легче отстаивать и защищать социальные интересы жителей и наших нуждающихся категорий граждан. Поэтому я предлагаю еще раз внимательно посмотреть эти поправки и обязательно прийти и поддержать те социальные обязательства и гарантии, о которых говорит президент России.